Конечно же, компьютеры отлично справляются с вычислениями чисел. И когда дело касается простой математики, JavaScript довольно прямолинейен. Есть пять основных операций — сложение, вычитание, умножение, деление и остаток отделения. Еще есть скобки, как и в обычной математике. Они помогают явно указывать последовательность вычислений. Взгляните на это — 25 умножить на 91. 25 и 91 называются операндами, а звездочка — оператором умножения. Вот немного более усложненный пример. Вначале JavaScript производит умножение, затем вычитает 4, поскольку есть скобки, а потом делит результат на 12. Все операторы здесь инфиксные. Они находятся между операндами, в данном случае между числами. Еще есть префиксные операторы, например, знак минус, который обозначает отрицательное число, и постфиксные, например, быстрое увеличение на 1. Мы изучим их позже. В какой-то момент вы столкнетесь с необычной проблемой. Если вы попытаетесь сложить 0.1 и 0.2 в JavaScript, то результатом будет 0.3, 0, 0, 0, 0, 0, много-много нулей, 4, а не 0.3. Это потому что компьютеры хранят числа в другом формате. Глубоко внутри все числа — это множество единиц и нулей, подчиненных определенным правилам. И это не лучший формат для хранения любых чисел. Это может показаться нелепым. Почему мы позволяем компьютерам использовать такую плохую систему? На самом деле она не настолько плохая или глупая. Такой формат удобен для определенного набора задач и не слишком удобен для другого. Также в JavaScript есть несколько терминов, которые нужны для формулировки определенных значений. Разделите положительное число на 0, и получится бесконечность — infinity. Разделите отрицательное число на 0, и получится минус бесконечность — minus infinity. В своих программах вы можете использовать бесконечности как числа с другими операторами. Например, с бесконечностью можно производить сложение. Иногда вычисления не производят конкретного числа. Разделите 0 на строку, и получится что-то нечисловое. Нельзя сказать, что это ничто. Это просто не число. В JavaScript есть термин для такого понятия — none, который образован из not a number — не число. Как и бесконечность, none можно использовать в вычислениях с другими математическими операторами. Но not a number как бы всех подводит. Если он присутствует в вычислении, результатом вычисления всегда будет none. Вот случайный вопрос. Какого размера Марс? Его радиус 3390 километров. Он почти в два раза меньше Земли. Но мы, конечно, заинтересованы там жить. Поэтому нам важно, сколько у нас будет поверхности. Другими словами, какая площадь поверхности у Марса. Может, вы помните формулу? Площадь поверхности сферы равна 4 умножить на π умножить на r в квадрате. r — это радиус, а π примерно 3.14. Давайте вычислим это в JavaScript. Теперь представьте, как вычислить площадь поверхности другой планеты, например, Меркурия. Этот новый код точно такой же, как и предыдущий. Изменился только радиус. Если мы продолжим в таком же стиле, нам понадобится писать значения π самим каждый раз. Так не пойдет, мы не хотим повторений в своих программах. Мы можем заставить компьютер помнить, что такое π, и использовать это в вычислениях. Такой механизм называется константы. Давайте создадим новую константу со значением числа π. Конст — это специальное ключевое слово. После него — идентификатор, название вашей константы. Затем знак равенства и значение. Теперь мы можем писать π вместо того, чтобы вводить вручную 3.14. Кстати, двойной слэш и текст после него — это комментарии. JavaScript просто игнорирует их, и они не влияют на работу кода. Мы пишем комментарии для себя и других людей, чтобы легче понимать код. Давайте поместим площадь поверхности Марса в другую константу. Теперь surface — это другой идентификатор. В нем хранится результат вычисления. Тогда как это вычисление произвелось? Ну, во-первых, JavaScript должен вспомнить, что такое π, а потом заменить его на число, значение. А затем идут умножения слева направо, потому что у нас нет скобок. Мы можем вывести результат на экран с помощью console.log. Console.log — surface. Заметьте, что в этот раз мы не писали кавычек. Мы не будем выводить слово surface, это не строка. Мы выводим значение константы, называемый surface. Теперь ваша очередь. Переходите к тестам и упражнению. Вы узнаете, как много энергии в вашем теле благодаря Эйнштейну.